приветствую вас на первом циничном канале друзья уже многие подписчики мне написали иоганн сделай обзор на один канал на ю тубе канал сейчас быстро раскручивается уже кто только не делал на него обзор суть проститутка в частности порно актриса снималась до 18 года в соответствующих видео видео это эти были популярны но потом она раскаялась встала на путь исправления уехала в деревню нашла себе там какого-то супруга не знаю мужа или супруга сейчас ничему не удивлюсь занимается лошадями или с лошадями я не очень разобрался в контенте ну короче ведет такую благочестивую жизнь ну вот что было то было прошлое осталось в прошлом сейчас она вся такая правильная хорошая жена хорошая мать и соответственно ведет канал канал очень быстро раскручивается спрос на него есть кто-то спрашивал возможно ли построить семью вот с такой ну я думаю что надеюсь по крайней мере что вопрос был саркастический но давайте сделаем обзор я не буду давать ссылку на канал кто понял тот понял тем более превьюку посмотрите я думаю что понятно и тем более что популярность это набирает сейчас колоссальную без меня разберетесь с чего начну прежде чем отвечать на вопрос возможно невозможно там семью с ней строить объясню зачем этот канал нужен зачем вообще эта тема раскручивается целей две во первых это пиар это получение дивидендов с порнухи как в которой она снималась во вторых это раскрутка тренда начнем с пиара бедная девушка как они себя называют в общем-то встала на путь исправления но сволочи кругом травят ее распространяют вот те видео которые она публиковала когда-то или не она но с ее участием в общем последнее видео было я обращалась там к мизулиной комитет там или лига безопасного интернета в мвд и так далее в общем все затравили такие неправильные все она правильная так вот это реклама друзья это сама пиар понимаете в сниматься бесконечно невозможно ну понятно что спрос есть и на бабушек там извращенцев хватает но все таки я думаю что бабушек желающих намного больше чем собственно спрос на них и потом в любом случае их много а здесь смотрите очень интересный момент то есть у нее есть возможности выйти на тв например я думаю что выйдет в ближайшее время то есть она дивиденды с этого получит намного больше чем если бы продолжала сниматься ну интересная история до бывшие ныне как встала на путь исправления а общество сволочи не поняла ее и вот продолжает травить надо же какие гады какая она хорошая какие все кругом плохие не дают не дают человеку начать новую жизнь с чистого листа ай-яй-яй это намного больше зрителей соберет чем тупо просто снимать порнуху дырок которые готовы сниматься в порнухе их огромное множество а это да на телевидение не попадают а это друзья я уверен что в ближайшее время будет ходить в шоу в телевизионные плакаться там и говорить надо же моим деткам прислали видео а ведь я уже другой человек я уже совсем другая ну короче говоря она дивидендов со своей порнухи с помощью вот такого оборота оборота получит намного больше чем если бы продолжала сниматься те же гонорары за съемки в шоу намного больше вот эта идея что я не хочу чтобы вспоминали прошлое друзья это бред там канал на 183 тысячи уже я думаю что в ближайшее время намного больше будет знаете когда человек не хочет привлекать к себе внимание он не привлекает к себе внимание а не создает канал на ютубе когда он создает канал на ютубе и кричит посмотрите какой я он привлекает к себе внимание это одна из целей а здесь получается не надо не надо привлекать не надо вот обращать внимание это знаете человек незаметно шел по улице как говорится не привлекая к себе внимание и крича на пределе голосовых возможностей посмотрите люди добрые на меня вот но это бред если человек себя так ведет значит он хочет к себе внимание и поэтому соответственно создает канал так вот это что касается пиара я думаю зайдет спрос на это есть что касается тренда тренд создается очень крутой он уже был создан но сейчас он выходит на новый медийный уровень в чем тренд во первых неприкасаемое неприкасаемое в нормальном смысле смотрите она говорит я обращалась в мвд там к мизулин и так далее за что за то что какие-то негодяи распространяются не видео а это не что иное как преступление 242 статья распространение порнографии но дело в том что сама она говорит что до 18 года работала в теме смотрите 242 статья там несколько частей первая часть собственно изготовление распространения она идет до двух лет вторая я уже не помню до скольких идет но там то же самое только в среде несовершеннолетних третья часть это то же самое что в первой и во второй но совершенная группы лиц по предварительному сговору или же орггруппой ну ладно сейчас не буду распространяться в чем отличие ну короче группа лиц по предварительному сговору это разовые преступления вот договорились сделали орггруппы это на постоянной основе ну чтобы разницу понимали так вкратце этого постоянно основе постоянно действующая группа неважно третья часть идет до 6 лет то бишь это тяжкое преступление средней тяжести преступления до 5 лет максимальная санкция так вот она обращаясь в органы мвд сейчас находится под третьей частью 242 статьи почему если до 18 года то сроки привлечения к уголовной ответственности до 10 лет то есть до 28 года на ее вполне можно привлечь по третьей части 242 статьи и наказание до 6 лет почему можно но она же не одна создавала это она должна тогда и трахаться одна сама собой и видео снимать тут же там был по крайней мере тот кто ее пердолил и соответственно тот кто это снимал и потом распространял то есть вряд ли это даже группа лиц по предварительному сговору это скорее орггруппа была на постоянной основе поэтому ей еще до 28 года светит до 6 лет она обращается в органы мвд и ничего она неприкасаемая понимаете вот те люди которые сделали одним щелчком репост их степень участия в распространении она минимальна вот они преступники а она неприкасаема который участвовал скажем так ну намного больше чем клик мышью вот или там пара кликов она неприкасаема вот этот тренд что проститутка неприкасаемая это первый тренд который создается именно для этого была запущена тема с мвд с мизулиной по идее мизулин если уж ты выступаешь за безопасный интернет лига безопасного интернета ты видишь что к тебе обратился ну вот он выявлены выявлен состав преступления практически полностью так передай правоохранительные органы мвд обратились к вам с такой просьбой так в восемнадцатом ты участвовал в составе группы в изготовлении порнухи так уголовное дело сразу и судить до шести лет даже если бы сроки давности прошли то сроки давности они не касаются уголовного привлечения к уголовной ответственности они касаются из исполнения наказания то есть человека все равно судят но не приводит в исполнение наказания поэтому даже по первой части у нее все равно была бы судимость просто ей бы не применили наказание его бы назначили но не исполнили потому что сроки давности прошли там до пяти лет сроки давности там до двух же лет ну тогда еще меньше по моему до трех лет сроки давности до двух лет наказания до трех сроки давности но это неважно его мне применили по третьей части она еще применяется до 28 года то есть первое у нее было просто судимость третье вполне себе даже отсидка могла бы быть, но неприкасаемая. Сделай то же самое мужчина, сами понимаете. То есть вот, налицо преступление, сама сознается, есть видео, наказания нет. Мужчина где-то там, не знаю, просто девочка заявление написала в школе на тренера, камеры показывают, что ни черта не видно, 20 лет, только так. Вот, это опять же создание тренда неприкасаемости проституток. Любых видов. Неважно, там, проституток или преступления против, там, половой неприкосновенности, женщина не отвечает по этим статьям. Мужчина отвечает за троих. Это первое. Дальше. Дальше создается образ семьи. Вот такие лошади там ходят, все, с которыми она, собственно, занимается. Такая хорошая идиллия семейная. Смотрите, дело в том, что если бы она на канале показывала действительно семью, ну, ладно, не она, а там кто-то еще. Что такое семья в нормальном смысле? Это ношение тягостей друг друга. Здесь образ семьи строится по таким же лекалам, как строится порнуха. Смотрите, 99% секса в этом мире, который вообще совершается, он довольно-таки тусклый. Он не соответствует порнухе. Вот эти вот охи-ахи, блин, какой у тебя большой, какая у тебя маленькая, это все кино, друзья. Основная масса вообще просто половых актов совершаются довольно-таки тускло, и, как говорится, больше похоже на обработку бревна рубанком. Так вот. Но порнуха все это живописует. Здесь по таким же лекалам создается семья. Она вся такая счастливая. Это не ношение тяжести друг друга, это не решение проблем, это не бытовуха, это прям вау. То есть, какая мысль закладывается, если ты создаешь семью с проституткой, то это будет суперсемья. Это не просто вот как бы семья, быт и так далее. Это, блин, дорогая, вот это, помните, посмотри, какая у нас большая семья. Да, дай потрогать нашу большую семью. Вот, дорогая, у нас, блин, скрипоносные и очень горячие батареи. Потрогай наши батареи. Они такие горячие. И это в то время, как Европа мерзнет без российского газа. Вот, то есть, вообще идеальная семья просто с горячими батареями, большими, самое главное. Вот, и сама семья тоже большая очень. Вот, ее прям хочется потрогать. Таких не бывает. То есть, по сути, вот этот проект «Семья» это продолжение проекта «Порнуха». По тем же лекалам создана. Но мысль в чем? Ты создал семью с проституткой, если создашь, соответственно, у тебя будет большая и горячая семья. Вот, а если, как говорится, с нормальной там девушкой, то, извини. Рубаночек. Вот эта мысль пробрасывается. Поэтому эта реклама, опять же, проституток. Почему? Зачем создается этот тренд? На него есть спрос колоссальный. Если раньше спрос был, на какой тренд мужчина собирается создать семью, и, соответственно, он у своей там потенциальной госсупруги третий. Он всегда третий. Друзья, не подумайте, ни четвертый, ни второй, он всегда третий. Тридцатый ли он по факту, или же там сотый, он всегда будет третий. Вот, поэтому любую там женщину спросите, сколько у тебя было, вы третий будете. Вот, это заветное число у них, поэтому он всегда третий. Так вот, тренд был на оправдание третьего, на оправдание, по сути, того, что невеста, неведущая, на самом-то деле, вполне себе веста, вполне себе ведущая, что она не девственница. И это нужно было как-то оправдать. То есть, обществу нужно было придумать, каким образом оправдать то, что невеста не девственница. И каким образом это решалось? Повально стали называть женщин девушками. То есть, девушка, в которую там паровоз уже проедет, то есть, девушка это девственница изначально, вот, начали женщин называть девушками. Но, этот тренд спрос уже давно отпал. Сейчас не нужно оправдывать третьего. Сейчас нужно оправдывать явное участие в проституции либо в эскорте. Ну, то есть это намного круче. То есть сейчас огромное количество проституток, которые вышли в тираж, хотят найти какого-то оленя, сесть ему на шею и, соответственно, типа у них семья. Ну, типа прошлое в прошлом, главное будущее. Вот. Не важно сколько было до тебя олень, важно, что сейчас ты. Вот. Вот эта вот тема. То бишь, нету спроса на оправдание той, у которой третий. Есть спрос на оправдание той, у которой в лучшем случае трехзначное число, а скорее четырехзначное, которая поработала в теме, потому что ну, по моим прикидкам, это огромная вовлеченность молодого, скажем так, контингента, которые работали в теме. А дело в том, что смотрите, друзья, еще интернет, чтоб его. Если в 80-е поработала в теме, даже в 90-е, тем более там в 70-е, ну и что? А как ты определишь? Ну, вот работала она в теме. Где-нибудь унитуриста там на Тверской стояла. Ну, ты третий, чувак. Вот, ты третий. А сейчас интернет, он все помнит. И поэтому, поработав в теме, скорее всего наследила. То есть, хотя бы где-то могут отзывы остаться. Я не говорю только порно-актрисы. Вот. Тем более распространение. А просто даже там где-то отзывы, где-то характеристики. Ну, то есть, вы находите себе такую девушку, вот, открываете, собственно, там фото куда-нибудь загоняете в Яндекс.Фото. И, соответственно, там 500 васгенов уже отписалось. Да-да, хорошая девушка. Вот. Мне понравилось. Нужно оправдывать вот это. И, соответственно, то есть, семью уже нужно создавать не с девственницей, а с проституткой. Вот. Поэтому огромное количество положительных комментариев. Там многие тетки пишут. Да, такая семья, вообще такие детки. Круто. Потому что спрос с огромного количества, со стороны огромного количества теток, именно на оправдание проституции, которая засветилась в интернете. Которую уже не особо-то спрячешь. Можно сказать, что третий, но по первой же фотке выскочит 500 отзывов от Вазгена, Ашота, Камшота и Маги. Вот. Надо как-то это заводить, что именно с такой самая-то хорошая семья и бывает. С лошадями, лошадей большие такие хвосты, вот, которые можно расчесывать, и батареи горячие, и вообще все супер. Это тренд. Зайдет ли этот тренд? Да, зайдет. Несомненно, зайдет. То есть оленя по голове уже вполне к нему готова. Вот, собственно, для чего это создано. Теперь, собственно, отвечаю на ваш вопрос. Можно ли теоретически, может ли такое быть, что с ней будет семья? Нет, друзья, не может. Объясню почему. Как бы была в теме, все раскаялось, не знаю, стало другое с чистого листа. Но тут вопрос, опять же, ее партнера, там, госсупруга какого-то. Смотрите, мужчина, который настроен... Что нужно для того, чтобы была хорошая семья? Ну, в числе прочего, нужен муж, мужчина, который настроен на создание хорошей семьи. Правильно? Ну, по-моему, очевидно. Мужчина, который настроен на создание хорошей семьи, с проституткой ее создавать не будет. Потому что, если будет, то это не мужчина, настроенный на создание семьи, а человек с очень серьезными сексуальными отклонениями, с девиациями сексуальными. То бишь, вряд ли он настроен на создание хорошей семьи. Мягко говоря, вряд ли. У теток, у многих, у них одна и та же боль, одна и та же дилемма. Найти бы такого, чтобы устраивал здесь, и устраивал здесь, а это несовместимо. Найти бы такого идиота, который будет за нее платить, не задавая вопросов. Но, с другой стороны, он может зарабатывать деньги. И тут дилемма. Идиот не может зарабатывать деньги. А умный, который может, не будет за нее платить. Потому что, как бы, он спросит, а зачем, собственно, почему? Взрослый, здоровый человек платит за другого взрослого, здорового человека. С чего вдруг? Ну, короче, душнило. Или же альфачество, там, или омежность. То есть, найти какую-нибудь альфу, но которая при этом, ну, бабуина такого примативного, которая при этом не будет бить рожу, но будет платить. Дело в том, что омега будет так денежки считать. Ему мама запрещает. Но порожи он ей не даст. А бабуин такой, который, да, 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 бабки, но он примативен, высокопримативен. Он завтра морду разбить может. Его что-то не устроит. И вот у них, у многих, такая боль, как бы, бабья боль. Как бы совместить несовместимое. Бабуина с омегой, чтобы он был альфа-бабуином, но по отношению к ней омега, умный в отношении зарабатывания денег, но идиот по отношению траты этих денег на ПТУшницу, на какую-нибудь. Так вот, здесь то же самое. Как бы найти того придурка, который будет строить семью, но при этом согласиться строить ее с проституткой. Дело в том, что найти-то можно, но не мужа. Это примерно как, смотрите, согласится ли летчик лететь на самолете, у которого отваливается крыло. Нет, не согласится. Если это нормальный летчик, пилот, он не согласится на нем лететь. Но теткам надо взлететь на этом самолете. Точнее, они сами, по сути, являются этим самолетом. И вот она говорит, что неужели нет настоящего мужика? Эти трусы там боятся лететь. Ну, отламывается крыло, но самолет уже одумался. И они начинают искать обы кого. И рано или поздно они найдут сумасшедшего, который скажет, лечу. Но это не летчик, это сумасшедший. И в лучшем случае, точнее в худшем, он взлетит. Но дальше будет все очень трагично. Потому что на самолете с отламывающимся крылом никуда не долетишь. И более того, профессионал никогда не возьмется. Никогда не сядет за штурвал такого самолета. Поэтому, выискивая вот этого вот мужика, который не испугается, которому там чужие дети не помеха, который ему пофигу на прошлое, главное будущее, настоящее, они ищут сумасшедшего. И потом, когда этот сумасшедший где-нибудь их в фонтанку там выносит, в черном пакете, они говорят, какой негодяй! Так вы сами его нашли. Вы нашли маньяка, потому что человек психически вменяемый не будет создавать семью с проституткой. А тот, кто будет, ну извините. Там уже шарики за ролики давно зашли. И вот в итоге, да, ищут на должность пилота, по сути, пилота, который был в шестой палате, который себя провозгласил пилотом, его посадили в шестую палату, но только такой возьмется. Нормальный не возьмется. Поэтому нет, невозможно. Хотя бы потому, что тут как акцента ставят, комрады, что может ли это быть нормальной женой, то есть возможно ли создать семью, потому что она могла бы быть нормальной женой. Друзья, начинать надо не с этого. В такой семье не может быть нормального мужа. В семье, где типа жена проститутка, кстати, я этот термин употребляю вполне законно, если посмотрите Ожегова, далее, словари, то проститутка это, собственно, женщина, оказывающая интимные услуги за деньги. Вот. То, что ее при этом снимают, вполне как бы не противоречит. Все то же самое, только ее еще снимают. Поэтому это ни в коем случае не оскорбление, это правило русского языка. Вполне себе употребление слова в его значении. Так вот, человек, который типа строит, типа семью с проституткой, он уже ненормален на роль мужа, главы семьи. И поэтому даже с этой точки зрения семьи уже не будет. Не говоря уже про то, что там крыло отломано, условно говоря, что и на роль жены проститутка тоже, мягко говоря, не заходит. Поэтому двусторонний не будет. Поэтому даже если бы тот, кого они находят на роль мужа, взять его и перенести на другую семью, то есть, к примеру, ему бы досталась девушка, нормальная, порядочная девушка, вот этому психу, который готов с проституткой строить семью, и там бы ничего не получилось. Ну что, там бы была нормальная девушка и сумасшедшая. Семьи бы из этого не получилось. Даже наличие вот этого психа, который готов там не помнить прошлое, оно уже гарантирует от создания семьи. Полностью семья заказана. Ну вот, друзья, такие соображения. Но самое главное, помните, для чего это создается, запасайтесь попкорном и смотрите в ближайшее время вот что будет. Я думаю, что путь на ТВ ей практически обеспечен. Будут раскручивать тренд, что самая хорошая семья с проституткой. Соответственно, ни в коем случае ее нельзя наказывать, даже если она явным образом под уголовной статьей ходит, она может писать в МВД, по ее заявлению будут наказывать людей, которые там кликом что-то распространили, но она неприкасаемая. Запасайтесь попкорном и наблюдайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok